Тысяча врагов снаружи дома, чем один, но внутри. Привет, я Даша, и сегодня я буду делать видео о том, чего я делала очень-очень давно по ссылочке от Афроше. И хочу я начать с подарков, которые мне пришли в подарок за заказ. Это набор дорожных сумок. Ну, я сочла, они мне пригодятся для хранения косметики, потому как как-то её хранить нужно. Блин, на ёлке. В общем, это вот такой вот ларец из ткани. Ткань такая, забыл, как называется. Из такой ткани, из подобной ткани делали палатки, но не такие новомодные, которые сами ставятся, а такие старые, советские. Значит, вот так вот открывается, тут сразу отделение большое. Вот это подкладка такая. А, это её даже выкинуть можно, что-то я это поняла. Значит, в неё можно вставить. Есть такой вот, из такой же ткани, такой вот пакетик. Он сделан по принципу подарочных пакетиков, только с той разницей, что из ткани. Вот на рисунке я видела на сайте фразеше, как он стоял прямо вот внутри этого сундучка. То есть, крышка открывается и вставляется внутрь. Хотя я буду отдельно всё-таки всё это хранить. Вот, кстати, жаль, что вот эта крышка, её нельзя зафиксировать вот с задней стенки, чтобы просто её поставить и пользоваться. Придётся всё покинуться с открыванием и закрыванием. Вот, кстати, поделюсь идеей. Вот сюда я поставлю всё для утреннего обихода, вентилярную воду, тоник, крем утренний, что там ещё, гелезон, декольте. Ну, то есть, вот такое вот, что нужно для вот этой части. Вот по уходу я вот сюда поставлю. Я уже пробовала, ставила. Очень миленько смотрится, аккуратно, гораздо лучше, чем просто поставить на туалетный столик. Всё-таки, когда это всё в чём-то стоит, выглядит гораздо аккуратнее и симпатичнее. Дальше там было два таких кармана, которые я покажу один только, чтобы... То есть, я его специально наполнила лаками самыми разными, чтобы можно было понять, как это выглядит в наполненном виде. Тут молния посередине. Неудобно, на мой взгляд, потому что чего-то не понимаю. И здесь просто внутри, ну, никаких венений, просто как мешочек. У меня была мысль, что, может быть, как-то вот так вот на две части, и тоже что-то стоящее сюда поставить, но оно так не делается. То есть, это что-то чисто вот... Вот так вот. Ну, я здесь буду хранить лаки, которые бей. Так, далее. Пришёл набор для мамы. Я его захотела. Это набор Эвиденс. Здесь туалетная вода. Вот такая косметичка маленькая. Здесь туалетная вода. Вот такая малюсенькая. Малюсенькая, прямалюсенькая. Также гель для душа с соответствующим ароматом. И крем для тела после душа. Пахнет всё это, если кто-то не нюхал. Хотя, я хорошо его не скупится на пробнике. Запах, на мой взгляд, если его нюхать отдельно, рисковат. Такой... И, в общем, рисковат, на мой взгляд. Ну, сложно мне его описать. Он вроде и свежий, но при этом и резкий. Но всё-таки, как я поняла, нужно, чтобы он развеялся. У меня мама справедлива, может быть и нет, считает, что, так как она курит, с запахом дыма ни одни духи не... В общем, плохо сочетается. Лучше, чтобы вообще ничем не пахнуть, чем смешивать с дымом что-то. И поэтому она ничем не пользовалась более давлением. Но как-то давно-давно и Фарше мне прислала Эвиденц. Нормальный, стандартный свой обычный размер, не пробник. Полноразмерную версию. И она попрыскалась, её все засыпали комплиментами. Мне самой очень понравилось, как эта туалетная вода на ней звучит. И как-то вот мама стала постоянно пользоваться этим ароматом. Так что вот, кто курит и тоже боится духов, вот Эвиденц очень хорошо пахнет. Он неплохо сочетается с этим. И она прям все свои вещи опрыскала, все шарфики, все курточки. Сама без этих духов на улицу не выходит. Она может не накраситься, но она ими подушится. Значит, её прям все хвалят, продавщицы все, знакомые, родственники, я сама собой. И то есть они должны зазвучать на человеке. Вот так вот независимо их нюхать, на мой взгляд, рискалата. Так далее. Мне в подарок из Украины присылали марку, которая продаётся, к сожалению, только там. Но, по крайней мере, её нет, я её не видела в городе, где я живу. Это зелёная аптека. Мне присылали гель для умывания. Я просто на него молилась. Мне его хотелось на полгода. Пришёл как раз Новый год, в первых числах января. И закончился где-то неделю назад, две. Это было горе. Потому что у меня живый тип кожи, за ней сложно, чтобы она оставалась, как это я не знаю, матовая, свежая. Не жирнилась в течение дня. У меня этот гель для умывания очень хорошо контролирует сальные железы. И у меня вообще не было... Я даже не припудривалась. Это было чудо. И она божественно смывала макияж. То есть не было вот этого эффекта панды, который всем знаком, когда пытались смыть макияж. И... Привет, панда! Не надо выдавливать буквально глаза, пытаясь что-то смыть. То есть буквально выдавил чуть-чуть на ладошечку. Там водичка размешала, чисто символично умылся, без особо каких-то стороний. Вот как будто я не знаю, как будто я баню подняла со всеми всякостями. То есть вообще ни следа косметики. А я даже не старалась что-то смыть. И это было гениальное средство. Это была ужасная-ужасная трагедия, когда она закончилась. Так что вот, кстати, да, кто же имеет возможность на Украине что-то покупать, то вот. Зеленая аптека. Но, внимание! Внимание, внимание! Значит, что я хочу сказать. Тут все-таки, наверное, играют какие-то индивидуальные какие-то моменты. Потому что у моей мамы нормальная кожа. Там на батальончике было написано для нормальной смешанной кожи. Моя мама счастливая обладательница нормальной кожи. И она говорит, что ей это средство просто безумно стягивало кожу буквально почти сразу после умывания. Она мне вообще не могла из-за этого умываться. Но я просто фанат этого средства. И если я где-то увижу, я сразу, я не знаю, куплю, я не знаю, бутылечка в пять. Может, на всяких случаях только пять пропадет. Хотя я не думаю, что у нас появится. Ну, такая длинная предыстория. Я надеюсь, я прощена за свою лишнюю мотливость. В общем, я абсолютно наугад. Конечно, я не сомневалась, что только зеленая аптека так умеет. Я просто наугад. От фонаря заказала в Эфраше серия Гидро Виджитал. Свежее увлажнение. Вот такой вот. Ой, на коточке подходит. Гель для умывания. Вот. И он делает все то же самое. Я не знаю, сколько стоит зеленая аптека, но Эфраше наверняка дороже раза два. Поэтому всем жительницам Украины за зеленой аптекой. Ну, всем жительницам Украины, обладательницам жирного типа кожи. Он делает все то же самое. Он контролирует сайные железы. Да, звучит мне очень приятно. Чуть менее успешно, чем зеленая аптека, но все-таки отлично. И совершает те же чудеса при смывании косметики. То есть, я, честно, пробовала его смыть. Смыть, и он делает это совершенно без труда. Пахнет очень приятно таким огуречным экстратом. Может быть, чуть-чуть мяртой. Тут чувствуется. Ну, так. Очень-очень... В общем, свеженький такой гель. Он очень приятный по консистенции. Он сам такой, ну, как будто летчик такой голубоватый, длинноватый. По консистенции он напоминает, как вот это суфле, как он носит это на лицо. Очень приятная консистенция, очень приятно пахнет. И очень приятный результат. Вот. Так что, прям вот хвалю-хвалю, люблю эту вещь теперь. Потому что, конечно, не лучше зеленой аптеки. Ну, в принципе, заменяет хорошо. И так. А! Кисточка. Потом я за ухо благополучно. А! Типа... Неудачно. Переняла эту привычку в свое время. Цель совсем небесная. У него-то волосы не длинные были. А у меня путаются волоса. Заказала скошенную кисточку. У меня есть точно такая же, но совсем маленькая. Буквально вот такая. Она идет в маникюрном наборе. Для того, мне нравится, что я заказала полноразмерную версию. Потому что коротышкой все-таки не очень-то пользоваться. У нее чудесный, очень-очень мягкий ворс. Она отлично набирает косметику. Еще лучше ее дает. Она растушевывает. Во всех возможных можно использовать качество. И бровки можно и складочку века. И нижнее веко подвести. Кстати, если коричневыми матовыми тенями подвести нижнее веко, это чисто визуально сделает менее интенсивными... Какие-то глазами. И вообще, я готова умолиться просто на эту кисточку. Жизнь без нее себе не представляю. И... А, да. Показать же надо. Очень-очень тонко рисует. Вот, кстати, я хочу сказать, что... Чем разоряться на косметику, на лишнюю... Если спрыснуть водой или обычной термальной... Из бутылечка, вот где-то на таком расстоянии... Предварительно кисточку. Потом ее пошаркать об тенюшке. То получится подводка ничем не хуже, чем гелевая. Так, электрикарандаш. Рисует очень-очень тонко. Просто... Я забыла вообще о карандашах-подводках. Я нижнее веко ее подвожу. И обычную подводку я ее делаю. Я очень довольна. То есть, вообще... Она без номера называется просто кисть скошенная. Она сматная. Я, кстати, читала отзывы, бывает, что попадают собракованные варианты. То есть, вот эта штука, она плохо прикреплена, приклеена. Как-то надо сказать правильно. И постоянно ослабевает. Ей нужно приклеить. Ну, сама я ни разу на такое не попадала. Мои знакомые не попадали тоже, кому я посоветовала. И я вообще только один такой отзыв видел на iRecomment. И просто предупредила на всякий случай. Чтобы потом не говорили, что я тут рекламную акцию. И последнее, что я заказала. Это шампунь, который очень-очень много ей хвалят. Называется I love you, my planet. Planet. Неотвратительно английский. Вообще, я не заметила никаких сверхъестественных вещей. И заказала я его по одной единственной причине. Его просто потрясающе использовать летом. Он пахнет цитрусами. Так шикарно, приятно и ненавязчиво как-то. Почему на лето? Потому что, когда помоешь голову, сидишь такая. Даже если волосы уже высохли, чуть-чуть ветерочек потойнет. Ну, мы же летом вечно покрываем везде окна. Разумеется, сквозняк. Чуть-чуть что-то дунынет. И сразу прямо вот комната расцветает цитрусовыми ароматами. Лайм, лимон, я не знаю, что тут еще. Все вместе. Это шикарно. Идешь по улице, ветерок какой-нибудь дунет. А мимо проходит парень. И все штабелями, штабелями, штабелями. И вообще, ко мне даже одна же девушка подошла, говорит, чем у вас это волос так пахнет. Я такая, ну-ка-ка-ка-ка-ка. И он такая, ой, все-все-все. Это побежала брать. Вот, так что, впереди летом. У меня, в принципе, уже за окном летом. И я шла домой вот так вот. Коточка тоненькая, кстати, очень. И я заказала себе его на лето. И вот летом именно им просто божественно мыть голову. Именно вот из описываемых мной качеств. А в качестве ухода он, в принципе, ничего естественного нет. И последнее, что я хочу показать, это все-таки было не последнее. Это блеск для губ. Вот такой. Он у меня уже второй был уже. Плавали, знаем. У него куча недостатков. Он, ну, как куча один. Он очень мало держится на губах. Буквально полтора часа. Ну, там, два. Все. Потом нужно его поправлять. Даже если его наносить поверх карандаша. Но за цвет я ему все прощаю. Здесь аппликатор в виде таких песочных часиков. Если видно. Я надеюсь, что... Вот, вроде как видно. И цвет такой кораллово-красноватый. А то что, я стесняюсь, на губу нанесу? Вот так. Князь Дожков был бы мной очень недоволен. Потому что он знаток из книги Головкиной «Лебединая песня». Потому что он знаток манер до самых тонких нюансов. И знаете, когда допустим его на люди поправлять макияж? Никогда. Вот. А я тут... Понимаете ли? Вот. Так что... Он очень приятной консистенцией. Что-то такое бахатистое, мягко наносится на губы. Он приятно пахнет. Непонятно чем, если честно. Вообще, я не знаю, чем-то... Какой-то красной ябодой. Малиной, клубникой. Наверное, скорее клубникой. Ну так, нераздражающе. Это очень приятный аромат. А то бывает, что прям аж... Фу, бесит. Вот. Так что у него действительно недостаток. Желшение не подчеркивает. Он увлажняет губы. Все как нужно. Один недостаток недолговечный. Ну, в принципе, блески... Не на то и близки, чтобы быть недолговечным. Даже не тинт. На этом все. Я желаю, чтобы губы ваши были алые. Без всякой косметики. Чтобы волосы блестели, благоухали. Без всякой косметики. Чтобы глаза сверкали. Как будто влюблены. Вот. Всего хорошего. Пока-пока. По скриптам. И забыла одну вещичку показать. Это мицеллярная вода. Это Фраше. Вот такая вот зелененькая бутылочка. Серия Себа Вижитал. Два в одном. Она может идти и как тоник. И как средство для снятия макияжа. Но я просто не знала, что умывалка себе так управляет. Отличное средство. Она правда может служить как тоник. То есть она освежает очень-очень хорошо. Просто отличное лицо. При этом она его не жирнит. Нет вот этой отвратительной жирной пленки. И она просто божественно. Без каких-либо усилий снимает макияж. Глаза выдавливать не надо. Ну теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok